друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено разведению канарей сейчас у нас на дворе зима немножко вот снега выпало значит пока у нас зима канарейки сидят и ждут весны ждут сезона размножения или скажем иначе период размножения так вот чтобы у нас было все хорошо в период размножения чтобы у канарейк были хорошие гнезда хорошие условия садить нам нужны изначально хорошие условия содержания затем мы приготовим зимой гнезда специальное устройство для гнезд в котором канарейки будут чувствовать себя комфортно это видео будет очень полезно начинающим новичкам сейчас подробно все покажу покажу какие лучше клетки использовать какие лучше гнезда использовать какие лучше гнезда такие устройства для держания гнезд сейчас все подробно посмотрим и так перед нами сейчас есть две клетки для содержания канарейк можно содержать таких клетках от одной и до шести до пяти самочек или одного кенора кеноров самцов лучше содержать конечно по одному потому что они дерутся нам сегодня будут позировать две замечательные самочки канарейки морковная и желтая вот эти самки весной пойдут в паровку так что нам надо подготовить для весны для паровки во первых надо обзавестись хорошими качественными гнездами я рекомендую конечно гнезда из джута можете заказать напишите на ватсап 8 928 231 6107 вот это гнезда из джута почему из джута потому как в джуте не заводятся паразиты то есть гамозово клеща не будет сто процентов затем еще есть вот такие вот держатели гнезд видите как выглядит вот пожалуйста всем привет вот такие вот держатели гнезд со всех сторон можно увидеть здесь защита чтобы канарейка не улетела как это работает попозже сейчас покажу так также клетки смотрите можно приобрести для начинающих вот такого плана клетку здесь есть кормушка пенал поилка будет идти в наборе поддон выдвигается в правую сторону вот это есть а и здесь еще оборудована дверка откроется дверкой вы сюда повесите вот это гнездышко вот смотрите вот так раз дверка открывается вешается сюда гнездо вот канарейка сидит в уютном укромном месте вы ее наблюдаете отсюда вы сможете посмотреть когда она покинет гнездо вы допустим пошевелите гнездышко снизу вот так снизу пошевелили птенчики раз и показали хотят они кушать или не хотят то есть можно ориентироваться если будут голодные можно будет подкармливать вот такие вот элементарные условия значит вот такие варианты клеток как для начинающих назовем это клетки эконом класса и есть клетки более которые подходят под любой интерьер которые смотрятся гораздо красивее более ухоженные клетки здесь еще видите немножко не доделано жердочек нету здесь также есть дверка дверочка и поддончик поддончик выдвигается на себя и задвигается все это обработано специальным лаком который позволяет продлить жизнь клеточки клеточки сделаны из дерева а здесь комбинированное здесь дерево и металлический пруточек вот он металлический пруточек самочки мороза не боятся кстати если правильно подготовить самку то она может кино и канарей если правильно подготовить то они могут зимовать прям в вольере зимой единственно можно клеенкой об огородить чтобы сквозняка не было в общем вот такие на сегодняшний день новости для начинающих помним что нам надо к весне гнезда подготовить можете сшить сами на блюдце вот видите это просто блюдца начинаете основу и пошел нитками ну так обметали 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 набрали нужную глубину диаметр примерно 10 сантиметров там 10 11 глубина примерно 6 до примерно 6 сантиметров сделали гнездо сами и работайте с этим гнездом разводите канареек также можете самостоятельно изготовить вот такую вот штучку вот такую штучку может каждый человек с руками изготовить самостоятельно значит смотрите какое тут сделал доработку я бы сказал очень удобно получается вот эти вот крючки вот они крючочки видите они на резьбе то есть если у вас будет клетка вот такой вот толщины вот как здесь допустим сантиметр здесь у нас получается уже 9 миллиметров брутик буртик этот если у вас металлическая клетка и там абсолютно тоненькая проволочка то вы берете вы берете и просто закручиваете эти уголочки для нужного для нужной вам толщины чтобы не болталась и вот здесь у вас уменьшается надо пошире вы просто открутили он крутится достаточно туго то есть ничего этот не разболтается а так вот удобно туго крутится настроили как надо установили ведь универсально хотите с этой стороны ходить с той стороны и все вы установили у вас все классно так что друзья обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки ребятам всем привет хорошего настроения удачи до скорой встречи на моем канале